Здравствуйте! На Народном телевидении Мордовии время новостей культуры. О ярких событиях, громких премьерах и последних достижений представителей творческой интеллигенции поговорим прямо сейчас. В ближайшие полчаса вы узнаете все, чем запомнилась минувшая неделя. В студии Ирины Просолова главные темы выпуска. Сфера культуры в центре внимания руководства Мордовии. В республиканском пресс-центре журналистам рассказали о различных аспектах культурной политики. Пойти на улицу, погулять и почитать. Насладиться хорошей книгой на свежем воздухе приятно вдвойне. Владимир Высоцкий, кумир своего поколения. 28 июля представителям республиканских СМИ рассказали о культурной политике, реализуемой в Мордовии. Духовно-нравственное воспитание населения, а самое главное – молодежи. Одно из основных направлений деятельности Министерства культуры и национальной политики. Искусство помогает развивать в сердцах и умах людей самые лучшие качества. Культура – это не только сфера услуг, это наш стратегический ресурс. От культуры зависит во многом национальная безопасность страны. И мне сейчас буквально, наверное, в тему высказывания Дмитрия Анатольевича Медведева на одном из общественных форумов, когда он одной строчкой сказал, мне кажется, это очень уместно напомнить, основная задача культуры – чтобы человек был человеком. Важный вклад в общее дело вносит Союз художников Республики Мордовия. В этом году здесь сменилось руководство. Новым председателем стала Людмила Нарбекова. Недавно организация отметила 80-летний юбилей. Праздник прошел в выставочном зале «Мосха» в Москве. Знаменитые деятели искусства, гости и жители столицы по достоинству оценили выставку «Искусство Мордовии». Свыше 150 работ, созданные нашими лучшими мастерами. Доказательства – множество наград. Три золотые медали присуждены Игорю Сидельникову, Виктору Петришову, Николаю Филатову. Было приятно, что было отмечено, что Мордовия, где очень мудрые руководители, которые поддерживают культуру, где есть сильное Министерство культуры и национальной политики, где есть такой замечательный музей, как наш, и где очень большой творческий потенциал именно у Союза. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются все музеи – доступность фондов. Посетители могут оценить лишь 8-10% всех произведений искусства, которые представлены в постоянных экспозициях. Выездные выставки доступны не всем. Картины и скульптуры стоят дорого. Их сложно вывозить и беречь в дороге. Людмила Нарбекова нашла выход. Рассказала о нем депутатам Госдумы. Проект «Мобильный музей скульптуры» реализуется Музеем Эрзи уже 6 лет. Скульптуры оцифровывают. Создают стереофильм с 3D-моделями произведений искусства. Зрители получают доступ к шедеврам, не выезжая из своего населенного пункта. То, что было связано с именем Эрзи, мы все отцифровали в хорошем разрешении, хорошей техникой, хорошим новым 3D-сканером. И, конечно, все это мы закольцевали в одну программу. Планы большие. Скоро в Мордовии появятся музейные автобусы. В августе деятели искусства проведут арт-спас «Музейные преображения». Обучат живописи слабослышащих людей, которые специально для этого приедут из других регионов. Главной проблемой музеев – все меньше в них становится маленьких посетителей. Из усложнившихся правил транспортной перевозки организовать экскурсии сложно. Участники пресс-конференции призвали решить эту проблему до начала учебного года. Для чтения нет границ. В хорошую погоду насладиться книгой можно прямо на улице, в читальном зале под открытым небом. 27 июля сотрудники городской крывеческой библиотеки имени Кириллова устроили интерактивную викторину для горожан. Тема – творчество одного из всемирно известных деятелей искусства. Фотоальбомы, автобиография, проза. В представленных книгах полностью отражен жизненный путь мастера. Юные читатели и их родители с интересом перелистывают страницы, внимательно разглядывают иллюстрации. Акция с символичным названием «Здравствуй, Эрзя» не только привлекает читателей, но и обращает их внимание на искусство. Цель нашей сегодняшней акции состоит в том, чтобы еще раз вспомнить нашего знаменитого художника с мировым именем, который создал очень много работ и посвятил, подарил их в основном нашему мордовскому народу. Книга – лучший подарок. Известна истина. Так считают и сотрудники городской крывеческой библиотеки имени Кириллова. Но для того, чтобы его получить, нужно продемонстрировать знания о фактах биографии Эрзи. Сколько лет Степан Дмитриевич прожил в Аргентине? Как называются его самые известные работы? Участники, правильно ответившие на подобные вопросы, получают заслуженный приз. Наш музей всегда открыт, но вот на улицу так активно работать с прохожими мы еще такого не пробовали. И хорошо, что крывеческая библиотека городская вышла с такой инициативы и пришла к нам в музей, пропагандируя самую главную коллекцию нашего музея – коллекцию произведений Степана Дмитриевича Эрзи. Они еще и там интерактив вводят, викторину и подарки. Я попробовала их вот немножечко провести, но они простили меня и подарили две книги. Теперь я буду читать. Оценив произведения искусства талантливого мастера на иллюстрациях, у гостей летнего читального зала всегда есть возможность познакомиться с его скульптурами, увидев их воочию. Многие, кто не слышал о Эрзи или кто знает о нем малой информации, находят для себя что-то новое, узнают и сразу думают посетить музей и посещают его. Летний читальный зал, посвященный известному скульптору, организован в рамках акции «Книга под солнцем». Подобные библиотеки на свежем воздухе открываются по всему городу. Поэтому, гуляя по столице Мордовии, не упустите шанс погрузиться в мир литературы и отвлечься от повседневной суеты. Купить в магазине или смастерить своими руками? Ответ детей однозначен – интереснее и познавательнее хендмейд. Каждый четверг в музейном комплексе Мордовского подворья собираются десятки ребят. Смастерить очередную поделку непросто, но плоды собственного труда радует. К мастер-классу присоединилась и наша съемочная группа. Бумага, разноцветные нитки, ткань и ракушки – эти простые экологически чистые материалы скоро превратятся в полезный предмет – карандашницу. Фломастеры, кисточки и ручки всегда будут под рукой и в порядке, а экологический предмет впишется в любой интерьер. Можно наматывать нить одного цвета, можно сочетать различные цвета, а очень хорошо смотрится печевка. Вот, например, как здесь. Также это не только экокарандашница, но и этнокарандашница, можно так сказать, потому что здесь используется солярный знак нашей республики, вот такая звездочка, которую тоже мы вырезали из кусочков материала. Из теле получается незатратное, изготавливается из ненужных вещей. Картонная втулка, лоскутки ткани и нитки найдутся в любом доме. Дети стараются, ловко наматывают нитки на картонные втулки. Процесс небыстрый, но зато есть время обдумать, чем украсить свою поделку. Ограничений нет, полные просторы для творчества. Готовые карандашницы ребята заберут с собой, с гордостью поставят на письменный стол и будут использовать по назначению. Я делаю карандашницу из ниток. Она пригодится мне для школы. Я буду в нее ставить свои карандаши, ручки. Кто-то из малышей на мастер-классе впервые, другим регулярно приходят сюда с мамами и бабушками. Бывает, что и взрослые не могут удержаться и тоже принимаются за работу. Мастер-классы проводятся все лето. Научиться своими руками делать забавные и полезные предметы время еще есть. Серебряного феникса привезли из Ивановской области студенты и педагоги Саранского художественного училища. Награду завоевала созданная ими коллекция сценических нарядов. Секрет успеха – национальный колорит. Трудно ли сочетать традиционные элементы и современные техники, узнавала наша съемочная группа. Яркие краски, национальный мордовский орнамент, асимметричные силуэты, дополненные традиционными элементами национальных украшений из бисера, монет и ракушек. Такими моделями была представлена Республика Мордовия на российском фестивале моды «Плес на Волге» – «Льняная палитра». Каждая деталь продумана до мельчайших подробностей, а узоры и вышивка выполнены вручную. Вот данная модель выполнена студентами нашего училища. И, конечно, поводом к нему послужили наши народные костюмы. Это костюм Мордвы Эрзи и Мордвы Мокши. В данном случае мы взяли костюм Мордвы Эрзи. Чем он нас заинтересовал? Во-первых, очень красивые нагрудные украшения. Они очень тонкие, очень яркие. Посмотрите, какое красивое вот это нагрудное украшение. Мы предлагаем вот к этой модели, к этому костюму. Это выполнено оно. Здесь мы видим очень много бисера, стекляруса и очень много таких вот замечательных поэток, которые придают нарядность вот нашему костюму. У Мордовской коллекции уже появились почитатели. После показа моделей Бояравани за кулисы к наставнице мордовских модельеров Людмиле Острось подошли московские коллеги, чтобы выразить свое почтение и пожелать удачи. Высоко оценил коллекцию и ведущий российский модельер Вячеслав Зайцев. Так вот получилось, что я даже с ним немножечко побеседовала. В том плане, что спросила, вы знаете, сегодня для нас такое большое событие, для Мордовии, что мы получили приз такого плана. И как вы думаете, продолжать нам в этом плане работу? Он, значит, тоже заулыбался. Так, конечно, я, говорит, вас поздравляю, и работать нужно продолжать именно в национальном таком плане. Главной причиной успеха наставница считает хорошую подготовку воспитанниц Саранского художественного училища имени Сачкова. Чтобы совместить современную моду и национальные мотивы, нужно хорошо знать мордовский орнамент, изучать крой костюма и технику вышивки. Теперь в планах создание новой яркой и интересной коллекции. Познакомиться с Мордовией, не покидая Москвы? Легко. Достаточно просто посетить шестой ежегодный традиционный национальный мордовский праздник Шумбрат. Он пройдет в столице 26 августа. Национальный праздник в парке культуры и отдыха Кузьминки ежегодно собирает тысячи человек. Они знакомятся с культурой и традициями мордовского народа, выступлений профессиональных артистов, конкурсов и мастер-классов, фестиваль мордовских спортивных игр. Гостям праздника скучно не будет. Желающие смогут приобрести национальные сувениры. Стать профессиональным актером непросто. Природного дара для этого оказывается недостаточно. Талант необходимо развивать. Постоянная работа над собой, преодоление страхов и комплексов, ежедневные репетиции и занятия с практикующими педагогами. О тонкостях подготовки артистов и актерском мастерстве расскажет профессор, заведующий кафедрой театрального искусства Мордовского государственного университета имени Огарева Юрий Кондратенко. Юрий Алексеевич, какие творческие специальности можно получить в Мордовском государственном университете? Ну, что касается нашей кафедры театрального искусства, то у нас ведется подготовка по двум таким направлениям. Это специальность актерское искусство. Две специализации у нас. Мы не каждый год на них набираем. Вот сейчас у нас специализация артист музыкального театра. И еще вторая специализация артист драматического театра и кино. Мы пытаемся в этом году набрать по этому направлению студентов. И есть еще у нас направление, которое называется «Народная художественная культура». Там есть специальный профиль руководства любительским театром. Вот. Ну, на других кафедрах у нас еще есть хореография. Есть еще декоративно-прикладное искусство. На кафедре народной музыки у нас сольное и хоровое народное пение. И дизайн, реклама. Вот в этом году открыли новое направление медиакоммуникации. Вот. Тоже хотят набрать первый набор. Вообще уникальное, потому что только пока в двух вузах страны это специально существует. Хотелось бы поподробнее узнать про отборы абитуриентов. Много ли желающих стать актером? И существуют ли какие-то творческие испытания? На все творческие специальности Института национальной культуры есть творческие конкурсы. По традиции на актерскую специальность проводятся два тура конкурса, где абитуриенты должны показать свои возможности как чтецов. То есть это чтение произведений стихотворных, прозаических. Это возможности движенческие, потому что они могут танцевать, они могут по заданию педагогов показать, насколько они пластичны. Вот. И способности актерские, какие-то вещи делать по заданию педагога. Ну и самое главное, наверное, это собеседование, потому что надо узнать, чем люди живут. Потому что специальность сложная, и если ее кто-то избирает, это на всю жизнь. Вот. И нужно узнать, чем они живут, чем они интересуются, каков их кругозор и так далее. И два тура позволяют, насколько это возможно, выявить пока что для абитуриентов природные задатки. Потому что то, как на эту природу ляжет ремесло, очень трудно сказать, предугадать. У кого-то кто-то психологически сломается, когда будет учиться. Такие случаи часто бывают, когда люди просто приходят и говорят, это не мое, мы устали. А кто-то выдерживает и становится актерами очень интересными. На вступительных экзаменах сразу ли вы понимаете, что перед вами хороший артист? Или ему нужно раскрыться? Ну, здесь есть как бы два, можно так сказать, типа персонажей. Первое – это когда у человека есть то, что называется харизма. Это очень редко случается. Вот ему достаточно просто молча встать перед комиссией или перед аудиторией. И мы чувствуем, что этот человек нам интересен, он нас притягивает. И мы хотим, чтобы он что-то нам рассказал или что-то сделал. Чаще всего нужно преодолевать самый большой комплекс. Комплекс работы на публике. И многие закрываются. Хотя в них сидит что-то интересное, но как только они видят публику, они закрываются. Поэтому первый год обучения проводят специальные тренинги для того, чтобы человек смог работать на зрителя. Потому что это публичная профессия. Они с первого курса привыкают, что всегда есть зритель. Две категории такие. Есть люди, которые просто от природы открыты. А есть люди, которым нужно еще открыться. И поэтому творческий экзамен позволяет нам выявить, есть в нем это или нет просто. Профессия актерская из двух частей состоит. Есть психологические тренинги. Потому что человек должен научиться очень тонко чувствовать окружающий мир. То есть их учат наблюдать, замечать какие-то мелкие детали. Второй момент – это как раз снятие зажимов психологических, чтобы человек смог открываться. Потому что мало чувствовать окружающие, нужно еще уметь выразить, не бояться сказать. Пусть это будет правильно, неправильно, но нужно уметь это преподнести. И еще очень серьезная подготовка физическая. Поэтому специальность очень сложная в этом отношении. Потому что психологически можно не выдержать, а можно физически не выдержать. Потому что они танцуют, у них очень много сценического движения. Это пластика, фехтование, акробатика, жонглирование и так далее. То есть огромнейший совершенно объем движенческих предметов. Речь. Очень многие имеют дефект, просто не замечают этого. И речевики на предметах должны педагоги исправлять очень много вещей. Что сценическая речь, она отличается от того, как мы говорим в жизни. И приходится очень многому учиться. То есть это три таких блока, которые необходимы. Еще есть музыкальная подготовка. Независимо от того, драматический ты актер или музыкальный. Потому что они не должны еще уметь петь, играть на музыкальных инструментах и так далее. Такие вот универсалы. Есть еще и теоретическая составляющая. Потому что они должны очень много читать. И очень часто современных выпускников школы это пугает. Потому что у нас ега и по литературе как базовая принимается. Потому что школьники не любят читать. Самый такой момент, который переломить очень сложно. Заставить их интересоваться. Потому что чем больше они читают, тем больше они смотрят, тем больше они интересуются. Тем шире становится их кругозор. Это означает, что они вот этим багажом могут пользоваться своей профессией. Потому что там есть такой принцип в актерской профессии. Если ты этого никогда не пережил или не делал, то у тебя изобразить это никогда не получится. Поэтому чем шире возможности, чем больше знаний, тем выше результат. Кто обучает будущих актеров? Есть ли среди преподавателей Мордовского государственного университета действующие практики? На кафедре, на основной работе находятся только два педагога. Это, собственно говоря, я и Игорь Федорович Кузьмин. Наш мастер курса. Профессор, который работает у нас на кафедре. Известен в республике. Он ставит всевозможные мероприятия массовые, которые у нас проходят. И шествия, и так далее. Он режиссирует, пишет сценарии. А все остальное – это масса педагогов. Это все театральные актеры. У нас есть директор театра, который работает у нас. Это Владимир Иванович Шарапов. Поскольку мы производственная база, у нас в театре музыкальных актеров. Вокал ведут все педагоги. Это солисты музыкального театра. Музыкальный руководитель – это дирижер театра. Сценическую речь ведут педагоги из русского драматического театра. Сценическое движение ведут педагоги из русской драмы и национального драматического театра. Поэтому актерские тренинги тоже проводят педагоги, артисты театров. Поэтому у нас связь с производством, как говорится сейчас, она достаточно серьезная и крепкая. Практики проходят они, если есть такая возможность, они задействованы в спектаклях. Ну, конечно, не роли большие, какие-то второстепенные, может быть, выходы, но привлекают студентов активно. Но уже где-то с третьего-четвертого курса театры уже просят, дайте нам актеров. Ну, востребованность есть большая. Наверняка вы всегда испытываете гордость за ваших студентов и выпускников. Кого-то вы сможете выделить? Мы гордимся любым, кто пришел в театр. Это прежде всего. Нам всегда интересно следить за их судьбой, чтобы у них складывалась хорошая карьера. Приятно, когда они получают государственные премии. У нас был случай, когда из предпоследнего выпуска драматических актеров в первый же год работы в театре наша выпускница сразу получила государственную премию главы республики в области театрального искусства за женскую роль. А вот потом на следующий год еще одна выпускница тоже получила. Поэтому, когда они получают звание, надо сказать, что процент я не считал, но достаточно большая доля артистов национального драматического театра – это выпускники специальности нашей актерское искусство. И очень многие имеют звание, лауреатство и так далее. И у них есть роли, они востребованы. Самое главное для артиста – это быть востребованным, чтобы у тебя было огромное количество ролей. Я знаю, что в МГУ существуют курсы актерского мастерства. Расскажите, пожалуйста, на кого они рассчитаны и чему там обучают? Уже с прошлого года у нас есть школа театрального искусства. Она проходит небольшие курсы. Занятия два месяца идут. Занимаются все желающие. Конечно, нам интересно, чтобы будущие абитуриенты, школьники есть. И действительно очень интересные ребята, девчонки. приходят из средних профессиональных учебных заведений города. Есть взрослые, которым просто это интересно – заниматься для самих себя. Кто-то хочет выразительно говорить, научиться четко. А кому-то просто любопытно. Желающие есть. Есть. И вот с весны этого года, даже с зимы, мы запустили еще один проект при учебном театре. Это же любительский театр наш, студия, арт-лаборатория называется. Тоже занимаются все желающие. Там есть и школьники, и студенты, и взрослые. Им просто это интересно. И вот в этом году результат уже есть. Буквально за 3-4 месяца спектакль. Вот они показали пластический. С осени мы хотим его показывать публике. Два дня они показывали спектакль «Бланшлаг». Здесь очень интересная работа получилась. Она немножко совместная, потому что там участвуют наши артисты музыкального театра, студенты. Они поют, а ребята показывают всевозможные пластические такие композиции. Ну, спектакль получился интересный. Пиаф называется. Знаковая личность своего времени. Поэт, актер. Он вошел в историю как автор-исполнитель. Покорил сердца миллионов. Владимир Высоцкий. Кумир своего поколения. Писал о любви, о войне, о жизни. Его песни и стихи не выходят из моды. Остаются актуальными даже спустя десятилетия после смерти гения. Лучшие доказательства его таланта – народная любовь. Люди ценят его творчество, помнят и даже цитируют наизусть. Жители Саранска о Владимире Семеновиче прямо сейчас. Поэт, гитарист. Так, в наши, как говорится, 80-е, когда мы молодые были, мы поклонялись, можно сказать, и услышали его песни, записи. С удовольствием очень. До сих пор еще иногда где-то услышишь. Мы знаем, мы всегда слушаем, любим и песни наизусть знаем. Спасибо большое. В общих чертах знаем, но так конкретно не могу сказать. Это автор, артист этих песен. В моей юности я поклонник его. Я помню, когда еще мы переписывали магнафон. Это не то, что сейчас как качественные эти были записи, но слышали, главное слышали, это то, что содержание этих стихов. И вот поклонялись. Поклонялись, да. Это поэт был, известный, который писал также песни. Конечно, трагичная его судьба. Тем не менее, этот человек запомнился ему. Даже памятник стоит у нас в парке Пушкина. Высоцкий – это певец. Школа просто очень давно закончена. К сожалению, сейчас не припомню. Если друг оказался вдруг... И не друг, и не враг, а так. Если друг оказался вдруг, и не так, и не сяк. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, вдруг он или хорош. Если с другом пойти... Дальше? Подсказывайте. Ну да, если вдруг оказался друг, и не друг, кажется, так. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если вдруг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Дальше как? Если не повезет, не помню дальше. Здесь вам неравнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. Здесь за камнепадом, ребят, камнепад. Парни в горы возьми, рискни, не бросай одного его. Ну вот. Если друг оказался вдруг, и не друг, а лишь просто так. Конечно. Высоцкую, по-моему, зайти. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош. Итоговый выпуск новостей культуры подошел к концу. Я прощаюсь с вами до следующей субботы и желаю хороших, ярких и по-настоящему летних выходных. Гармония в сердце и в душе – залог отличного настроения. Чтобы обрести гармонию, учитесь видеть прекрасные и удивительные даже в обыденных вещах. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok